Угашать Духа Святого лично. Час третья. Сократятся те дни. Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова о познании, познавая Бога внутри себя. Мы уже посмотрели, как нам не угашать Духа Святого именно лично, на примере Первой Церкви и в наше время. Почему лично? Потому что жизнь и взаимоотношения с Духом Святым сегодня полностью зависят от выбора самого человека. Он может принять и жить с Духом Святым и силой его, а может и отказаться от помощи Духа Святого, поэтому лично. Сегодня мы посмотрим, что будет происходить с теми людьми, кто будет строить взаимоотношения с Духом Святым, кто не отказался от силы Духа Божьего. Мы не будем говорить о тех, кто отказался от Духа Святого. Мы не будем тратить наше время. Об этом написано и в Библии. Принять и не принять Духа Святого. Строить взаимоотношения с Ним – это принять помощь и силу Духа Святого, и не угашать Духа Святого лично. То есть плоды пребывания Его в нас и дары служения для Церкви. А это присутствие Его в нас, освящение нас, ведение нас, свидетельство Его в нашей жизни и через нас этому миру. Если человек не хочет меняться, изменить свою жизнь от пустых и грековных дел, то ему Дух Святой не нужен, ему не нужна сила Святого Духа. Если человек не хочет применять дары служения Святого Духа в своей жизни, то есть жить и служить в и для Церкви, то ему Дух Святой не нужен, ему не нужна сила Святого Духа. Задайте вопрос Богу, где мое место в твоей церкви? Мы много говорим и будем говорить о Боге Иисусе Христе и Духе Святого на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Поздний дождь Духа Святого. Перед тем, как говорить, что будет происходить с Духом Святым в последнее время, скажу, что на земле еще ожидается всем христианским миром поздний дождь Духа Святого. То есть на земле еще ожидается большое излияние Духа Святого, когда много людей придет к спасению. Так вот, в конце времени, которое писал еще апостол Павел в послании к Римлянам 1 глава и 2 послании к Тимофею 3 глава, он писал, что те люди, кто отказался от Бога, хотя он делал явным свои дела. Откроем и посмотрим более детально послание к Римлянам 1 глава, стихи с 28 по 32. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, креветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды и изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к Римлянам 1 глава, стихи с 28 по 32. 2. Принять Бога как Бога и не угощать Духа Святого лично. То есть, люди мира, кто не принимают Бога как Бога и делают непотребства. Но с течением времени эти непотребства стали еще более сильными в этом мире. То есть, мир предлагает это сделать нормой поведения, что постепенно и происходит. Например, крестолюбие. Раньше это можно было сказать про отдельных людей. Сейчас все делается за деньги, взятки, откаты. И этот мир с этим соглашается. То есть, это считается нормой. Еще пример слова распри. Распри, раздоры. Раньше можно было сказать такое про человека. Сейчас это происходит массово, через телевизор, соцсети. И уже считается нормой. То есть, принимается человечеством. И посмотрим на такие слова, как злонравие. Всегда думает о других самое плохое. Сплетничает. Наговаривает на других. Сейчас это становится нормой нашего общества. Посмотрим слово вероломный. Это когда никогда не исполняют обещанного. Злоупотребляющие чужим доверием. Неприменимы. Непримиримы. Немилостивы. Это безжалостные. Не проявляют доброты и милосердия. Беспощадны. Я уже не говорю за непослушание родителям. Время и возможность покаяться или угошать Духа Святого. Но, братья, сестры, это не новость. Мы должны быть готовы к такому повороту событий. И если наши дети или друзья иногда становятся такими, то это не они делают плохое, а этот мир давит на них и заставляет их принять свою точку зрения. Все вопросы можно решить за деньги. Можно не придерживаться ранее подписанных договоров. Быть непримиримым, держать злобу и так далее. Это влияние этого мира на человека. И, конечно, Бог знает это. Поэтому и на земле и существует спасение. Бог долготерпит все, что происходит на земле. Он долготерпит людям и дает время и возможность покаяться. Друзья, но у слова долготерпение есть конец. Долготерпение – это не вечное терпение. У этого слова есть конец. И даже дал Духа Святого, чтобы помочь человеку вырваться от влияния этого мира и не угошать Святого Духа. Но человек выбирает сам. Разрыв между церковью и миром. А церковь? Церковь находится тоже в обществе. И она подвержена также этому влиянию. Но с разницей. У церкви есть Дух Святой. Мы слушаем и поступаем не так, что нам говорит этот мир. А слушаем и делаем то, что говорит нам Дух Святой. Так ведь, братья, сестры? И в последнее время, с течением времени, этот мир все больше и больше будет в этих непотребствах. Постепенно. Не сразу. Если бы сразу человеку предложили не уважать своих родителей, то сразу сказали бы нет. Правильно? Но постепенно. Постепенно и до нее эти непотребства станут нормой человечества. И мир оправдает их. И разрыв между церковью и миром будет возрастать. Давление непотребств этого мира и церкви будет возрастать. И тут произойдет разделение. Разделение церкви. Одни будут сопротивляться и жить с Духом Святым. Другие примут эти непотребства в жизнь церкви. Одни будут сопротивляться и жить с силою Святого Духа. Другие откажутся и скажут, что им сила Духа Святого не нужна. Угашать Духа Святого и так все хорошо. Все ожидают, что будут физические проблемы. Но и это будет. Но это не самая большая проблема верующих людей. А именно рост, оправдание и давление мира на церковь. Принять условия и непотребства этого мира, описанные апостолом Павлом. Оружие сатаны против церкви. И сегодня это уже происходит. Как уже и начало происходить и во времена Первой церкви. Почитайте послание Иуды. Так и нас не миновало это. Мир входит в церковь не барабанами, не гаджетами, не одеждой. А идет постепенно, медленно, чтобы не вызывать резкого сопротивления. Входит неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие и злоба. Зависть, убийство, распри, обман, злонравие. Идет постепенно злоречие, клевета, обиды, самохвальство, гордость, изобретательность на зло, непослушание родителям и т.д. Просто откройте сами послание Крылья на первую главу, вторая половина. Мир входит через отдельно взятого человека, медленно, постепенно, чтобы не вызвать сильного сопротивления. И самое первое оружие сатаны и этого мира против церкви – это отказ от Духа Святого. Человек сам не в состоянии сопротивляться соблазнам этого мира. Ему нужен Дух Святой, сила Духа Божьего. Но всему этому надлежало быть. Все это будет происходить, и мы от этого никуда не денемся. Церковь разделится на тех, кто не отказался от Духа Святого и силы его, и на тех, кто примет дела этого мира. Ради избранных. Не нужно думать, что это все будет так легко. Мир будет давить очень сильно, как написано про то время в Евангелии от Матфея 24 глава, стих 22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся эти дни. Это Матфея 24 глава, 22 стих. Ради тех, избранных, кто не отказался от Духа Святого и силы его, чтобы спасти их. Бог сократит те дни. Ну, сегодня я закончу. А продолжу я в следующем подкасте и закончу местами списания про эти дни. Зачем? Чтобы нам знать ловушки сатаны, чтобы нам ожидать. И как важно нам быть с Духом Святым. Братья, сестры, задайте вопрос Богу. Как вам Ему показать сейчас свое отношение к Церкви? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы много путешествуем и говорим. И будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.